Кто такой Михаил Глинка? О, Глинка, Михаил Глинка. Писатель, не? Писатель... Туша, Глинка. Фраерок. Фраерочек. Фраерочек Галименький. Убери руки с моего пульса. Я уже слишком жива, слишком жива. В эту неоновую ночь. Всем этот знак. Меня зовут Евгений. Фамилия моя Ширяев. Это канал Негодяй ТВ. И сейчас будет шоу «Вопросы за бабосы». Я подхожу к человеку, который лежит где-то на песочке. Либо стоит где-нибудь на песочке. Задаю пять вопросов. Если этот прекрасный человек отвечает правильно на пять вопросов, он получает всего лишь тысячу рублей. А вот не мы такие, жизнь такая. Нормально? Да. О, кстати. А это Николай. Вы все его хорошо знаете. Да. Потому что на втором канале будет серьезное шоу, которое мы назвали... Как-то мы его назвали. Нет, Матюгаса не надо. Да. Как-то мы его назвали. Можете посмотреть сразу же, после того, как посмотрите это видео, сразу смотрите то видео. Да, с Негодяй ТВ сразу переходите на канал Еширяев, правильно? На том же канале выходит? Можете, если с такой позволить. Да, да, это необходимо сделать, если вы патриот и верите в Бога. А если и нет, то тем более. Я вам задаю вопросы. Так. Отвечайте правильно. У вас есть Сбербанк? Я вам на Сбербанк перекидываю эти самые... Много? Тысячу рублей всего лишь. Мы не очень богатые блогеры. Да, все сложные вопросы. Вы ничего не теряете? Ну, давайте. Давайте. Только хочется как-то поменять мизансцену. Можно вас попросить сейчас? Может, вы оденете там бюстгальтер? А, нет. Хотите лежа, да? Давайте попробуем лежа. Сейчас уже сгорело. Я передом уже загорала. Я могу просто... Пока подерживайте микрофончик, пожалуйста. Вот можно что-нибудь сказать у него. Интересно, пока я готовлюсь. Песню можно спеть, да? Песню спойте, потому что песня... Все от Калина, да? Поле у ручья. Да что ж я сегодня без подруги-то? С подругой я посмелее. Сейчас вы очень скромные сведёте. Ну, не совсем. Вопросы за бабусы. Ля-ля-ля-ля-ля. Первый вопрос, Виктория. Он из области вопросов для тупых. А если я буду волноваться, отвечать тупо. Это нормально, да? Сейчас посмотрим, да. Кто такой Михаил Глинка? О, Глинка, Михаил Глинка. Писатель, нет? Писатель... Слушай, Глинка. Что, никаких это самых... Кроме как писателей, кроме... Тупой вопрос. Тупой вопрос. Закант. Ну, давайте выберем что-то одно. Кто там есть? Художники, писатели, музыканты? Писатель давай. Писатель. Давай писатель. Будем тупыми, да. Чешу голову. Чеши, чеши, чеши. Чеши. Ты сейчас твоя? Ну, не писатель, если чешу голову. Если чешу голову, то не писатель. Не писатель? Ну, музыкант. Кто? Не, не музыкант. Ну, не чеши, ну, горохни. У нас не музыканты. А кто бы даже писатель, музыканты? Художник. Художник. Их, и не художник, точно не художник. Ты мне мало вариантов предложил. Надо больше. Запутали меня. Это смущает. Кто-кто? А, Колян смотрит. Что-то, муж посты, смущающий. Друзья, на другом канале вопрос, серьезные вопросы с людьми. С Николаем, он, Николай лежит рядом. А здесь вопросы за вопрос. А, подсказка друга. Ну-ка, давай, давай, иди сюда. Композитор, известнейший российский композитор. Где ты был? Я думал о тебе. Так, с помощью, благодаря Николаю, который соведущий в другой передаче, Виктория продвигается вперед. В эту неоновую ночь. Отлично. Сейчас, секундочку, я постучу, что-то, какие следующие вопросы. Сейчас, сейчас, частенько из-за загораем-то. С подругой, да, обычно? Ага. Еще сегодня подруга куда? Подруга сегодня в ремонте. Губки накачивает? Нет, квартира. Сысо? А, квартира. Ага. У меня, кстати, золотые. Ясно. Итак, Николай, не отвлекай, у нас серьезная передача. Итак, Виктория, только не подсказывайте, Николай, пока. Обычный вопрос. А, совещание нескольких врачей, которые являются специалистами в разных областях медицины с целью постановки верного диагноза и разработки дальнейшего лечения пациента. Ой, пи. Песок-то жжет, паскуда жжет, очень горящий. Консилиум? В эту неоновую ночь. Третий вопрос дебильный. Ты когда говоришь дебильный, я понимаю, что это типа первого, хорошо, да? Я не называл еще дебильный. Если бы Золушка находилась в карете, когда карета превращалась в тыкву, Золушка бы спрессовала внутри тыквы, спрессовала бы ее тыквы? Еще раз. Короче, когда вот Золушка была в карете, и вот настал тот момент, когда карета превращается в тыкву, ее бы спрессовала или нет? По сказке нет, а по наяву, да. А как бы? Наверное, спрессовала бы. Ну так, она бы маленькая стала или что бы? Не, она бы в смяточку. В смяточку. Что, и умерла бы? Ну, думаю, по сказке нет. Да нет, вообще хрен с ним сказка. Вот так, если вот по сути, вот сейчас вот я вот в карете, карета превращается в тыкву. Ну, это, ну, то есть, не наяву, это все сказка. То есть, поэтому нет. Я бы не спрессовала. Нет, поэтому нет. Итак, правильный ответ такой, что эта тыква бы, она бы на части бы, на кусочки бы разлохматилась. Ну, не сказки нет. И ничего бы не было бы, Золушка. Такие тыквы есть, что? Скажи, в каком моменте трансформироваться начало? Если начало карету уменьшаться... Поближе сюда, что тебя не слышно будет. Смотря в каком моменте, нет. Ну, я согласен, что, Вика, ты засчитываешь, что твоя передача. Ну, смотри, в каком, смотря, моменте начала трансформироваться карета в тыкву. Если поджала Золушку, сломав ей шею, а потом в тыкву превратилась, то, ну, просто маленькая мертвая Золушка... Ой, ноги-балки. Ну, что, в итоге, как отвечаем на этот вопрос? Нет, она уже отъедет сам. А как ответили? Тыкву бы напополам. Тыкву бы напополам. Все, это верно. Тыкву напополам. Тыкву напополам. Да по-любому, ребята, ну, еще прикалывайтесь. Итак, вопрос четвертый музыкальный. Он волшебно поет. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. И поехали. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А вернешься... Меня ж здесь нет, но я сяду. Это правильный ответ. Я так смешно сижу, мне кажется. Нормально. Хоть это... Ходя! Смешно. Пятый вопрос. Ответив на него, Виктория получает тысячу рублев. Так, подсказка. Пятый вопрос. Он как бы без этих... без подсказок. Так, сложный вопрос. Человек, который занимает в обществе пограничное состояние, так как его взгляды, образы жизни, происхождение не соответствуют общепринятым нормам. Ну, тот, кто находится на грани общества, как говорится. Так, и? Надо назвать, кто такой пассажир? Что за пассажир, персонаж? Пассажиронный, сомнительный. Это все вот каким-то одним словом, да? Он может быть и бомжом, он может быть и алкашом, он может быть неадекомым. Ну, какие-то такое вот общество не принимает. Давай еще раз, еще раз. Секунду, вспотело все, вспрело. Так, 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 секунду. Как говорится, мигрант бездомный, безработный. Вот это все можно, как аналог, как, не знаю, синоним, антоним, там, мемонимы, гиперболы эти все вот эти. Капец, ерунди, конечно. Блин. Не дурак, да? Не дурак. Не, ты знаешь, просто... Ну, Женя же говорит, накидывай и чуть поймаешь. Да, да, сейчас я вот так вот лягу, тоже вот так вот. Как бы такая семья. Я с Глинкой помог. А я буду ваш сыночек. Глинка, я помог уже. Нифига себе, сыночек большой какой-то. Мне всего лишь 16 лет. Ну, с чего хоть? Это мне звонит, что ли? Так. Первый букет, скажи. Ну, вы пока думаете, там. Павел Шан звонит. Он ругает меня. Миша с Америки звонит. Миша с Америки. Миша, здорово, снимаю сейчас вопросы за Бабусова. А, прикольно. Ну, вот, так что отвлекиваешь, братан. Видишь, что-то как хорошо сидим. Целоваться. Камера, видишь, камера, да все четко. Я его знать не знаю. Ну, что, вы знаете ответ-то? Я-то знаю. Так, подожди. Все, Миша, давай, давай. Я этому подсказку не могу давать. Ой, не могу. Да, господи. Я не знаю, я уже один раз подсказал. Ну, все, Коля, Виктория не может ответить. А Николай может... Так, Николай, кто это? Это маргинал, скорее всего. Скорее всего, это маргинал, все. Вот если видно, там мой соведущий, Николай, ловелас, наконец-то идет сюда. Ну, что там, получилось все у тебя? Ну, конечно, мы же сразу, я ей к нему сказал, я вообще мог ей бабки выиграть, по сути. Но если бы ты не был против такой, правильно, твои бабки, я бы тоже не стал бы раздавать бабки, тем более с неясной перспективой. Тем более, когда она не знает слова маргинал. Согласен. Когда она не знает только Михаил Васильевич Глинка. Надеюсь, что он Васильевич, правильно? Уходим, уходим отсюда. Николай, я предлагаю сейчас тебе сделать просто, как его, невесту тебе найдет. Это было бы замечательно. Тогда мы движемся вправо. Мы взрослые, интеллигентные люди, а ты про какие-то раздевания говоришь. Хорошо же мы смотримся здесь. Вообще супер. Я задаю пять вопросов простых. Хотя, хрен знает, там есть еще и сложный вопрос. Отвечаешь правильно, я тебе на Сбербанк перевожу деньги, потому что у меня наличка, я не снял денег вообще. А цена вопрос-то какая? Ты просто получаешь удовольствие от процесса. Ладно, хорошо, а тематика какая? Я пока не знаю. То есть ты сейчас просто будешь придумывать? Я с утра сегодня что-то делал, но вопросов-то было много. Ты же не одна такая. Я как раз недавно сдала экзамены. Да? По какому? По какому? На право сдавала, правильно? Нет, я сертифицированный тренер. По баскетболу? Нет, по фитнесу. То есть фитнес, да? Фитнес. Слушай, я уже месяц не тренируюсь. Вялые, сиськи. Гляди, как я спрятал живот. Ну, ты так... Четко, да? Немножко заканспирировал его. Что здесь такой валик такой висит. Да, да, да. А есть, знаешь, такие сумки, они как бы с видом живота такого есть, с пупком. У тебя надо такой... Нет, спасибо. Такой я не хочу себе. Вопрос из рубрики «Вопросы для тупых». Чьё имя носил пароход, запомнившийся коту по рассказу его бабули? Какого кота-то? Ну, начинается. Ну, вот какой кот рассказывал про свою бабулю, который на пароходе-то ездил? Собаке он рассказывал. Фёдор там дядя сидел. А, этот кот? Он не ездил на пароходе, он на даче сидел. А бабка-то его ездила. И он говорит, вот бабка-то моя ездила на пароходе, а пароход назывался. Ну, ёлки-палки, а. Пусть будет Потёмкин. Нет, Иван Фёдорович. Крузенштейн. Лихо, по-чемпионски, и очень, очень молодец, очень молодец. Вопрос второй из рубрики «Дебильные вопросы». А есть нормальные? Может, поэтому я не отвечаю, потому что дебильные вопросы? Ты же ответила. На дебильный вопрос? Нет, ты ответила на вопрос для тупых. А, у тебя классификация, я поняла. Хорошо, давай. Если Москва – мать городов русских, кто же отец? Ростов, папа. Так, что там хатовская пауза? Ростов, папа. Ну, а что, зря говорят, что ли, так? Да? Да. Есть же такая даже слоган такой, крикуха. Ростов, папа. Ну, отец, может быть, есть какой-то ещё, но папа, а Ростов, говорят. Если честно, я не знаю ответа правильного. Ну, это Гугли. Да зачем? Гугл сказал, что вообще не Москва, мать. Так я бы, я про мать Москву вообще в первый раз. А, ну, Киевская, Русь, Матусская. Киев, пускай будет, да? Да, ну, это правда, к тому же не относятся, но ладно, пускай будет. Пускай будет Киев, а этот батя будет Новгород, пускай, или Ростов. Короче, в комментариях решайте сами. Нам вообще пофигу, потому что Алла отвечает правильно. Доча и сына выберите. Да? Пусть семья вас единицы, как бы. Младше сынка, пускай будет Санкт-Петербург. Да. Я согласен. Так и культурные, как бы, это самое. Кстати, мы в Калифорнии, если что. Моя имя, дочь. В эту неоновую ночь... Следующий вопрос, обычный вопрос. Неограниченные полномочия, полная свобода действий, представляемая кому-либо от имени доверителя. От французского это определение, оно переводится как чистый бланк. Вот Мир Алла подходит какой-нибудь вот такой не очень сексуальный человек. Можно я тебе покажу? Тебя не видно. И тебе говорят, в общем, вот это тело тебе дается, и ты как фитнес-тренер, ну, тренер, тебе дается, а-а-а. Сделай, делай, что хочешь, делай, что хочешь и как хочешь. Чистый бланк с французского, два слова. Ну, доверяют полномочия, я не знаю, там... Ты какая-то юридическая какое-то слово или что? Ну, елки-палкинь. Свобода действий тебе дается. А, ну, как просто. Качай его как хочешь. Тебе дается что? А, я думал, свобода действий правильный ответ. Нет, нет, нет. Качай права. Нет, нет. Короче, какая-то карта. Карта? Ну, карт. Карт-бланш. В эту неоновую ночь. Ну, ладно. Буду знать. Будете знать. Со всех сторон. Обложили. Ну. Да? Так, песня. От твоего вскрика. Я думала, ты включишь. Не-не. Без твоего вздоха я слишком отвыкла. Я слишком свободна. Я стала спокойна. А там него слово. Когда вдруг решил ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса. Я уже слишком жива, слишком жива. Убери руки с моего пульса. Сейчас. А-а-а. Нам этого достаточно. Спасибо. А, я должна просто слова вставить, да? Я не знаю, но ты все сделала правильно. Ну, ладно, хорошо. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Сложный. Адаптирование продукции массового потребления под конкретного потребителя. Например, я пришел в салон этой Лады и говорю, опа, неплохая X-Ray. Только заточите ее под меня. Я хочу, там, говорю, ксенона. Ну, это какая-то специализация. Нет, вот какое определение есть у такого, когда продукцию затачивают под определенного потребителя. Я прихожу в, куда я не знаю, куда мне еще прийти. Вот яхт-клуб. А там все эти яхты, они одинаковые. Понимаешь? Я не хочу, чтобы у меня была вот такая дебильная, трехэтажная, как у всех яхта. Хочу, чтобы она была немножечко с изюминкой. И они, и вот под меня эту яхту. Что за слово? Определение какое? Группа такая есть. Группа? Да, это рэп считает. Какие подсказки, какие подсказки вытягиваю себя. Вытягиваю себя конкретно. Прямо да. Да. Отсюда. Да. Ну, я не знаю, реконструируют, реформируют. Блин. Не-не-не. Не-не-не. Так. Сы-я в конце. Реконструкция? Да нет. Нет. Специализация, вот же, скажем, это же какой-то... Не-не-не. У меня все силы вышли к этому вопросу. Это была кастомизация. Спасибо тебе, Алла, большое. Да, вам спасибо. Жалко, конечно, бабок не заработал. Ну да, Кося, Галяк. Зато время прошло. Конечно, да. Коля, мы будем сейчас прощаться с Аллой. Можешь тоже подтянуться сюда. И сейчас лихо. Мы перелетаем в другой канал, там все дела, где будет прощание с Аллой совместно. Да, Алли, всего хорошего. Девчонки, добрейший день. Можно мы заберем у вас буквально три минуты вашего веселого отдыха? Почему? У вас у всех. Да почему? Вы же классные. Мы можем заклеить вам лица потом целлофаном. Нет. Веселая шуточка. Так, еще раз знакомство на камеру. Я, если что, Жека? Таля. Таля, какое интересное, красивое имя. Откуда это имя, кто подарил? Или это псевдоним? Нет, это имя. Прям мама сказала, будет Таля, и все? Прям мама сказала, будет Таля. Даля. Полная Даля. Я так и думал. А во что? Шоу «Вопросы за бабоса». Готовы на первый вопрос? Да. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто... Беда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, наконец-то, вчера... Подождите-ка. Вот, наконец-то, вчера... Вечером встретил я девушку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. И поехали. В свой вагон вошла она. О, в новость из окна. Поезд тронулся вслед. Алис рукой помахал ей в ответ. На первый вопрос мы ответили очень хорошо. Это его вопрос? Да, это вопрос. В эту неоновую ночь... Как называется книга с научными статьями на разные темы? С картинками, с красивыми разными. Ну, книга... Клопедия. Из уголовного жаргона мужчина, который не связан с блатным миром. Короче, пацан, который не связан с блатным миром. Кто он по жизни? Кто он? Только с блатным связанных. Ты знаешь, кто с блатным связанным? Он так называет тех людей, которые не связаны. Он говорит, вот идет какой-то вот этот голимый... Кто голимый? Нет. Что ж ты, сдал назад, сдал я знаки. На букву F. Что ж ты? Фраер! Фраерок! Фраерочек. Фраерочек голименький. Все верно. В эту неоновую ночь... Следующий вопрос, номер какой? Три. Третья. Серьезно? Четыре. Мы первый раз пели песню, потом была энциклопедия, потом фраер. Фраер. Нормально. Четвертый вопрос. Что делать, если женщина скажет, послушай женщину и сделай наоборот? Я просто забыл сказать, что это вопрос из рубрики «Дебильный вопрос». Как женщина надо делать? Я не знаю. Как женщина сказала, конечно. В итоге, когда тебе женщина говорит, послушай женщину и сделай наоборот, надо делать так? Что надо делать? По-своему. Как делать? Ну, по-своему. По-своему. Так, да, надо делать? Послушать женщину. Ну, ладно, пускай. Запутали меня немножечко. Мы на это рассчитываем. По-своему или как там? По-своему. Итак, пятый вопрос. Ответив на него, Николай ведет в гинзу. Нет? Нет? И там тратит ровно тысячу рублей. Разница между ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными ставками и так далее? В общем смысле, разница между ценой и себестоимостью? Наценка? Нет. Муха прям на нос села мне. Разница между ценой и? И себестоимостью. Накрутка? Как, простите? Накрутка. Насетка? Нет, нет. Ну, другие мы какой-нибудь этот самый ценой... Мы не уйдем отсюда, чтобы мы програли деньги в заработок. Когда ты можешь такое сделать? Нет. Сегодня никто не выиграл денег. Представляешь? Ну, как называли? Надо, чтобы ты... Ты скажи, как это называется, и будешь победительницей в этом сумасшедшем шоу. Могу подсказывать? Слушай, а пузо не видно мне, то, что я прикрыл вот так красным... Вообще, чёртко вообще. Я сегодня буду Аполлоном в кадре. Ну, ну... Я думала... На букву М. Ой, как ворту сушить не могу. Просто буду пить оттуда, блин. Что? Моржа? Еще раз. Погромче микрофон. В эту неоновую ночь... Ты победила. Это, как его... У меня нету с собой наличных бабок, и давайте на карту переведу. Нет, давай натуры. Натуры? Такое было у меня уже по опыту, ничего не получилось, да. А подойдет вот этот вот терминатор, блин? Я работал. Я женатый человек. Мужик. Не могу себе такое позволить. Из чего? Я очень семьянин этот. Замужа. Да, не, мы же этого пристраиваем. Слышишь, теперь начинается отмазать. Я тут при чем? Я тут вообще не при чем. Мы пристраиваем одного... Можешь встать сюда, чтобы ты тоже был в кадре, блин? Ну вот, начинается. А чем лучше меня? Бородой, что ли? Ну, что-нибудь вперед, бородой. Да, не, можно отстать. Так, так, секундочку. Так, ты как победительница можешь просто встать? Да. Передавай привет кому хочешь. Возьми эту колбаску в руки. Все в песке. Всем привет из Питера. Нет, я ему лучше дала. В Москве тоже привет передаем. Сашулечке Викину мою привет. Что ты, ребята, можешь с нами? Вадиму привет. Клавочка, привет. В шляпке Прада. Подожди секунду. Давай, ты свой номер напишешь. 3000. Что так мало? У меня 24. Давай я тебя раскручу. Давай, набирай. Я тебя его раскручу. Так, давай тогда делай сторисы со мной тогда. Раз у меня там 24 тысячи подписчиков. Продолжай, продолжай. Все, я закончила. Даля Никитична. Да. Так, тысяча. А, Ирка сейчас к нам приедет. Ирке еще привет нашей любимой девочке. Да. Ну, чтобы все поверили, Даля Никитична получила по боссам. Ура! Спасибо, что смотрите эти дебильные мои видосы. На втором канале будет другой видос, как вот мы хотели скрестить Николая с дамами, но не получилось, потому что Николай показался не очень симпатичный человек, харизматичный. Нормально это было? Да. Поэтому вышло так, что, как обычно, все хотят меня, но я очень женатый человек. И на канале Еширяев будет видос другой. А, а в Инстаграме тоже что-то будет. Да, визит будет. Что будет? Поэтому подписывайтесь на эти все каналы, видосы, лайки и комментарии тоже. А что в комментариях будем писать? Все, что придет в голову. Все, что пишем в голову, пишите в этих комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!